Океанский лекторий представляет вам заключительную лекцию сегодняшнего дня. Наш лектор Стас Захаров, путешественник, биолог и фотограф. Он расскажет нам про экосистемы и значимость их сохранения в Антарктиде. Друзья, всем привет! Меня зовут Стас Захаров. Я биолог по образованию, окончил биофак МГУ. Я сейчас, в данный момент, работаю в туристической компании TeamTrip. Являюсь основателем проекта МГУ. Мы организуем экспедиции в Арктику, в Антарктику, во всякие другие места в мире. И все эти экспедиции, это все самопал такой некоторый. Мы ходим на яхты, у нас нет больших кораблей. И мы всегда сотрудничаем с учеными. И продвигаем всякого рода природоохранные и зоозащитные проекты. Занимаемся экологическим просвещением для наших гостей. Ну и просто читаем лекции. И сегодня моя лекция про Антарктиду, ее экосистему и значимость сохранения этой экосистемы для того, чтобы ее сохранить. Итак, ну, все мы знаем, что Антарктида – это самый южный материк. И кроме того, он был открыт позднее всего. 200 лет назад, собственно, нынешний 20-й год. Это 200 лет с открытием Антарктиды российскими мореплавателями в составе группы Лазарева и Бенсгаузена. И Антарктида – это материк, который очень сухой, там практически нет осадков, и он закрыт огромным слоем, огромным ледяным щитом. Некоторые современные исследования показывают, что Антарктида – это не совсем материк, а скорее группа островов разроденных. И их все вместе закрывают этот самый ледяной щит, создавая такое ощущение материка. Ну, а слово Антарктида, оно пошло от слова Арктес. Арктес – это медведь по-гречески, и Арктика – это то, что находится под созвездием Большой Медведицы. А Антарктика, соответственно, находится напротив Арктики, то есть напротив того, что находится под созвездием Большой Медведицы. Ну, и я не знаю, честно говоря, уровень аудитории, немножко в более простых терминах, но в чем ключевые отличия Арктики от Антарктики? В том, что Арктика – это океан, закрытый льдом и окруженный материками, и, собственно, этот океан и побережье его окружающей называть словом Арктика. Антарктика, ну, вообще Антарктика и Антарктида – это немножко разные вещи, да? То есть, ну, в английском языке по-другому, в русском языке Антарктидой называется материк непосредственно, а Антарктика называется материкой окружающей его воды к югу от конвергенции. Сейчас я расскажу вам про конвергенцию, но суть в том, что на севере у нас океан, окруженный материками и островами, на юге у нас материк, окруженный океаном. Ну, и, конечно, самым ключевым отличием полярных регионов, как Арктики, так и Антарктики, от всех остальных регионов на нашей планете является продолжительность светового дня и продолжительность ночи. Значит, за счет того, что земная овощь у нас наклонена в течение года, как известно, меняются сезоны лет, нас меняет зиму и так далее. Но если мы обратим внимание, то ближе к полярным регионам на каком-то моменте, начиная от 67-й широты, солнце на какое-то время перестает заходить за горизонт. То есть если на 67-й широте это будет, грубо говоря, только 22 июня происходить, то выше 67-й широты мы пойдем, там уже более длительным будет полярный день и полярная ночь. То есть летом солнце практически круглосуточно освещает поверхность Земли и океана, а зимой солнца практически круглосуточно нет. И этим определяется, собственно, уникальность полярных экосистем. Вот так вот выглядит примерно движение солнца над небосклоном, ну, что в Арктике, что в Антарктике. И за счет круглосуточного освещения в течение лета случается у нас уникальная экосистема в этих регионах. Мы об этом чуть позже поговорим, да. Но также за счет того, что есть полярная ночь, долгая зима, за счет этого образовались ледяные щиты, да. То есть Антарктида полностью закрыта толстым ледяным щитом. И очень велика значимость этого материкового и морского льда, очень велика значимость для экосистемы. Ну, вот какие бывают льды? Ну, лед бывает однолетний, понятное дело, который образовался в этом году. Он довольно тонкий. Многолетний или паковый лед? Ну, в русской и английской литературе называется немножко по-разному. Но вообще принято считать, что паковый лед – это многолетний и толстый лед, там, в районе от трех метров толщиной и выше. Есть также припайный лед, который прирастает к берегу. Ну, плавучий лед – это куски, да, соответственно, от колотого морского льда. Да, и айсберги. Айсберги – это куски ледников, которые откололись и уплыли, да. То есть это совсем другая история. То есть морской лед, он вообще образовался. Дело в том, что морская вода замерзает по температуре порядка минус 1,8 градусов Цельсия. И за счет этого, ну, вообще она очень трудно замерзает. Она такая вот, ну, она соленая такая, она не хочет замерзать. И поэтому, если вот я сам занимаюсь всякими подводными активностями, да, подводной фотосъемкой и дайвингом, и если нырнуть под пресноводный лед, то можно увидеть такую картину, что он абсолютно гладкий и прозрачный, как стекло. А морской лед, если под него нырнуть, то можно увидеть торосы, различные нагромождения, глыбы и так далее. Потому что замерзает он по-другому. Если пресновая вода, она просто схватывается и замерзает, то морской лед замерзает вследствие того, что снег падает на поверхность воды, и он становится ядром кристаллизации воды вокруг него. И таким образом нарастает огромные глыбы вот этого неравномерного такого морского льда. Значит, какова же роль морского льда вообще, ну, на планете, да? Ну, морской лед и в случае Антарктиды это материковый лед тоже, да? В первую очередь, как бы, полярные шапки — это аккумуляторы холода на нашей планете. И они не только регулируют температуру, да, как бы, планеты, но и они строят всю картину ветров и течений на нашей планете, да? То есть вот эти вот известные течения, которые мы знаем, такие как, скажем, Гольфстрим или известные там какие-то ветра, там, например, ветра параллельного Дрейка, все это существует за счет вот этой картины холода и тепла на нашей планете, ну, и, конечно, каравируется в силу ее вращения. И, соответственно, в случае таяния полярных шапок вся эта картина поменяется, да? Кроме того, лед и снег, они белые, и в отличие от поверхности океана или поверхности Земли, они очень хорошо отражают солнечный свет, то есть еще сильнее тем самым они усиливают свой вот этот эффект холода и эффект, как бы, защиты вообще всей планеты от потепления. Кроме того, лед – это основа полярных экосистем и платформа для обитания погофильных видов. То есть погофильные виды, собственно, ну, это немножко масло-масляное, это виды, которые живут на льду, к ним относятся многие антарктические тюлени, ну, в Антарктиде это, ну, и тюлени, и отчасти пингвины, а в Арктике это еще и белые медведи, собственно, да? И сейчас вот немножко еще поговорим про то, чем же отличается так сильно Антарктида от Арктики и от всего остального. Есть еще такая штука, как антарктическая конвергенция. Это такое круговое течение, которое окружает Антарктиду. Ну, собственно, все, что к югу, ну, вот здесь кривой линии нарисована антарктическая конвергенция, все, что к югу от конвергенции, собственно, называется Антарктикой. Ну, и все, что к северу от конвергенции, условно, называется субантарктикой, но это такая, ну, терминологическая штука, там нет четких границ между Антарктикой и субантарктикой. Вот. И эта конвергенция, это встреча теплых и холодных вод, и в этой конвергенции все эти теплые и холодные воды и выносятся наверх всякие питательные вещества, и за счет этого биопродуктивность этого океана повышается в разы. То есть за счет выноса питательных вещественных поверхностей усиливается рост фитопланктона, ну, о чем мы сейчас с вами, собственно, подробнее поговорим про экосистему, да. Ну, опять же, повторюсь, не знаю уровень аудитории, поэтому рассказывать буду подробно, да, как построена трофическая сеть в Антарктиде. Ну, в Арктике, в принципе, очень похоже, да. То есть сначала за счет того, что светит солнце на водную поверхность, рождается фитопланктон. Это, ну, аналог травки на земле, да. Это первичная продукция, которая стоит в самом нижнем слое трофической сети. Дальше эти маленькие организмы поедаются крилем. Ну, зоопланктоном, маленькими, небольшими животными организмами. Но преимущество в Антарктиде – это антарктический крип, который вырастает в огромных количествах. Вообще, вот это вот самые важные звень трофической цепи, безусловно. И стоит поговорить поподробнее. Дело в том, что продуктивность Арктического и Антарктического океанов, она колоссально выше, чем продуктивность любых теплых морей и океанов. И происходит это именно из-за того, что солнце круглосуточно освещает водную поверхность в течение лета. И за счет этого вырастает колоссальное количество первичных продуцентов, которые потом поедают, соответственно, крилем или другим зоопланктоном. Но в Антарктиде, конечно, это крил. И крил в Антарктиде, ему настолько много. Это вот там какие-то миллионы тонн, сотни миллионов тонн по биомазии этого криля рождается. И этот криль, он кормит всех дальнейших участников трофической цепи. И тюленей, и рыб, и пингвинов, и птиц полетающих. И, конечно, на самом верху трофической цепи, как и везде, стоит у нас касатка. Понятно, да, что первичные продуценты – это зеленые водоросли, одноклеточные бактерии и прочие микроорганизмы, которые фотосинтезируют за счет фотосинтеза, наращивают массу собственного организма и тем образом дают старт трофической цепи. Ну, вот криль – это маленькие такие креветочки. И, собственно, как я уже сказал, криль является вообще самым важным в Антарктиде, что есть. Вот так вот выглядит криль. На одной из личиночных стадий криль живет подо льдом. И в этом очень большая значимость морского льда в Антарктиде, что морской лед является местом обитания этого криля на одном из этапах его развития. Ну, рыба, да, вот эта рыба-клыкач – одна из рыб, ценных промысловых видов, которые вылавливаются в Антарктиде. Но вообще интересно, что в отличие от Арктики, где огромная биомасса рыбы, то есть большая часть рыбы, которую мы едим, большая часть рыбы, которую мы купаем в Баганинах, она вывалена в Варенцевом море. Это треска, сеть, и, значит, она попадает нам на прилавки из арктических морей. Соответственно, в Антарктиде нет такого огромного количества рыбы, зато есть огромное количество именно криля. Не очень понятно, за счет чего такой дисбаланс появился, но понятно, что антарктическая конвергенция, она как бы изолирует всю Антарктику от всего остального мира. И, в общем-то, она в некотором роде, я бы сказал, что она немножко препятствует взаимопроникновению видов через нее, с севера на юг и с юга на север. Поэтому в Антарктиде такое большое количество уникальных видов. Вот, возможно, из-за конвергенции больше криля, чем рыбы, но, конечно, однозначного ответа на этот вопрос нет, ну, по крайней мере, у меня. Ну, в общем, если вот мы вернемся к трофической цепи, вот здесь не изображены у нас киты, а китов в Антарктиде очень много, и китов я очень люблю. Мы много ездим к китам, мы за ними наблюдаем, мы сотрудничаем с учеными, которые занимаются китами, мы сами изучаем, много на них смотрим и так далее. Вот, поэтому мой рассказ я начну с китов, которые, конечно, тоже в основном питаются крилем. Вот на этой картинке, собственно, изображены все киты, которые человеку известны. И вправо смотрят усатые киты, влево смотрят зубатые киты. Усатые, ну, зубатые киты, понятно, да, у них во рту есть зубы, и они, собственно, питаются в основном рыбой или более крупной добычей. Но из зубатых китов у нас здесь представлены шалот и касатка непосредственно в Антарктике, а усатых китов здесь побольше, и усатый кит отличается от зубатого тем, что зубов у него нету, зато с верхней челюсти свисают плотные роговые пластины китового уса, которые прилегают друг к другу, образуя тем самым фильтрующую сетку. И мы начнем с полосатиковых китов, которых в Антарктиде, собственно, несколько видов заходят. Полосатиковые киты – это вот то, что вы представляете при слове «кит». Это очень крупные животные, торпедообразные, вытянутые, очень быстрые, очень выносливые, которые стремительно движутся куда-то через толщу мирового океана и по дороге, в общем, примерно поедают все, что им попадается на глаза. Сейчас я немножко расскажу про миграции. Собственно, именно полосатиковые киты, они мигрируют и в полярные воды, и в том числе в воды Антарктики, они приходят именно для того, чтобы его поесть. Когда летом, когда Антарктическим летом нарастает очень большое количество криля, все усатые киты, и горбатые киты, и финвал, и синие, они устремляются в полярные широты для того, чтобы полакомиться этим изобилием биомассы. А потом они возвращаются на экватор для того, чтобы там размножаться и давать потомство. Ну, что такое полосатиковый кит, собственно? Полосатиками их назвали из-за того, что на зобе у них есть такие полоски, которые на самом деле являются не полосками, а складками. И эти складки помогают им охотиться. Вот когда полосатик видит свое скопление добычи, будь то рыба или криль, но в данном случае мы будем говорить о криле преимущественно, он открывает свой огромный рот, и эти складки расправляются, позволяя его зобу надуваться до огромных размеров. Таким образом, у него во рту оказывается смесь из воды и криля. После чего полосатиковый кит выплевывает воду через свой китовый уст, а криль остается на внутренней стороне уса. Вот так, собственно, полосатиковые киты охотятся. Но если мы поговорим по конкретным видам, то вот в Антарктиде обитают синие киты, хотя их немного, и в своих экспедициях в Антарктиду я синих китов не встречал. Известно, что довольно значительный был китовый. Вообще, при открытии полярных широт, что арктических, что антарктических, человечество быстро смехнуло, что там очень много животных, которых достаточно легко найти и достаточно легко на них охотиться. Поэтому отправлялись с огромной жадностью целые артели, китобойные и зверобойные, ну, в плане, допустим, тюлений. Но, слава богу, Антарктиду не успели сильно потрепать в плане тюлений, но в плане китов, конечно, Антарктида пострадала. И вот те места, где тогда был китобойный промысел, считается, что сейчас в тех местах упала плотность китов примерно в 50 раз по сравнению с тем, что было в 19-20 веках. Ну, по сравнению с тем, что было только китобойного промысла, я прошу прощения. Вот. Ну, синий кит, он чем хороший? Это самое большое животное на планете, достигает длины 33 метра, весом 150-200 тонн, до сравнения вес африканского слона 5 тонн. То есть, этот товарищ у нас как соответствующее количество этих африканских слонов. Ну, как я уже сказал, синий кит – это типичный полосатик, то есть, это высинутое тело, большая скорость, большая выносливость, он куда-то чешет, открывает рот, по дороге съедает этот крыль, но большим эффектом не отличается. Его ближайший родственник – это финвал. Финвал настолько близок к синему киту, что они даже нередко образуют смешанные группы, я сам такие группы видел, и даже говорят, что спариваются и дают потомство. Но, честно говоря, прямых подтверждений этому я не видел. Ну, ближайший родственник, соответственно, там длина 26-27 метров, и, по сути, по смыслу, примерно то же самое. И дальше идут еще более мелкие полосатики, ну, собственно, и финвалы, и синий кит встречаются в Антарктиде, и также среди них, среди полосатиков, встречается малая полосатка, это самый мелкий полосаток китров, он достигает длины всего 8 метров, и как раз в Антарктиде довольно много, и мы их на своем пути встречали неоднократно в нашей экспедиции. Ну, и горбатый кит, конечно, горбатый кит, он полосатиковый кит, но он вообще не похож на остальных полосатиков совершенно, потому что, как вы видите, у него более толстое тело и огромные грудные плывники, собственно, он называется по-латыни мегаптера, значит, большое крыло, и совершенно по-другому он охотится. То есть в Антарктиде мы нередко наблюдали вот эту вот знаменитую пузырьковую охоту горбатых китов, когда горбатые киты сбивают стаи своей добычи, будь то рыбы или криль, но в данном случае, конечно, это криль, сбивают в плотный шар, и несколько китов плывут под этим плотным шаром, выпуская пузыри. И таким образом добыча оказывается зажата в цилиндре из пузырей, которые она воспринимает как сплошную стену, и не может только с нее пройти. После этого киты открывают рты, и все вместе большой толпой поднимаются с открытыми ртами через этот цилиндр, заглатывая все, что в нем находится. Вот такой прекрасной картиной это все заканчивается. Ну и вот нам посчастливилось в Антарктиде много часов наблюдать пузырьковую охоту горбатых китов. Конечно, в воздухе были дроны, мы все это снимали, было очень интересно и, конечно, очень красиво. Также в Антарктиду заходят южные гладкие киты. Ну, гладкие китов, вообще их всего четыре вида, и все они очень сильно пострадали от китобойного промысла, и южные, наверное, это те, которые лучше всего восстановились. И в Антарктиде было очень много раньше гладких китов, и сейчас они, вот по наблюдениям гидов, полярных и ученых, они только начинают возвращаться, когда и популяция более-менее восстановлена. Да, вот гладкий кит, он не похож совсем на полосатик, он корот, ну, то есть он такой, ну, не то, что короткий, да, но у него такое толстое, плотное тело, небольшие короткие плавники, он довольно медлителен, и питается он планктоном не так же, как полосатиковой кит, а методом прямой фильтрации, да, то есть вода затекает ему прямо в рот, у него такой огромный, больше двух метров длиной китовый уз, и из этого же рта, она вот, из этого вот искривленного рта, она сзади вытекает, эта вода, а на внутренней стороне уса остается планктон, ну, в данном случае крей, и он этот планктон слизывает. Нередко это происходит на самой поверхности, это кормление, из-за чего, собственно, гладкие киты очень уязвимы ко всякой гадости, которая по поверхности плавает, будь то веревки или сети, а во времена китобойного промысла, собственно, они назывались, ну, собственно, они сейчас называются right whale, что значит правильный кит, И это пошло со времен китобойного промысла, потому что этот кит правильный, потому что он правильный для охоты. Его очень легко заметить и его очень легко добывать, потому что он медлительный и часто показывается на поверхности и имеет в себе много китового жира в уровне, ради которого, собственно, вся эта добыча велась. Но, слава богу, сейчас в Антарктиде китобойного промысла нет. Есть небольшие заходы японских судов в субантарктические воды, но, насколько я помню, сейчас Япония отказалась от промысла в субантарктике. Хотя я могу и ошибаться. Вот так вот выглядят гладкие киты под водой, они обрастают такими ракушечками, из-за того, что они медлительные. Но, собственно, полосатики также не обрастают, потому что они совершают длительные миграции из холодных в теплые, и эти паразиты не выдерживают разницы температур. Эти ребята не эмигрируют так далеко и не идут так быстро, поэтому вот такие вот они смешные обросшие. Но мы перейдем к зубатым китам. И из зубатых китов, собственно, в Антарктиде представлены два. Я не буду останавливаться сильно на дельфинах, потому что дельфины, они, в общем-то, они всегда везде дельфины, и из дельфинов мы рассмотрим только касатку. Ну, кошелот, ну, собственно, кошелот не является типичным обитателем вот Антарктики, но случаются туда заходы, вот, и, в общем-то, наблюдают кошелотов. Хотя, в общем, я бы не сказал, что кошелот какой-то очень холодолюбивый вид, он, скорее, тяготеет к уверенному и теплому широкому. Ну, вот, про кошелоту поэтому в двух словах. Кошелот с португальского переводится как «большая голова», и, собственно, не просто так имя ему дали, а потому что у него большая голова. И большая эта голова помогает ему охотиться на гигантских кальмарах, которые живут на больших глубинах. Помогает она ему следующим образом. Дело в том, что большая голова кошелота является акустическим резонатором, или акустической линзой, как называют специалисты как-то обратно. Это огромный мешок с жиром, и кошелот, вот розовым на слайде изображена ноздря, и кошелот с помощью ноздрей, там есть такие подобие голосовых связок, называется обезьяньи губы, и он с помощью этой ноздрей сдаёт шелчок, который проходит через жировую подушку. Акустическая линза отражается от черепа и проходит ещё раз, вырываясь наружу очень концентрированным, очень сильным пучком звука, который является эхолокатором. Это основной орган ориентирования пространства для кошелота и также для других зубатых летов. Но, в принципе, кошелот он наиболее такой развитый, гипертрофированный. И эта штука помогает кошелоту на больших глубинах находить гигантских кальмар, на которых он находится. Также весь организм кошелота набит адаптациями к нырянию на большие глубины. Но не будем долго останавливаться на кошелоте, потому что не совсем про него разговоры. Ну и, конечно, в Антарктиде есть косатки. Ну, косатка – это дельфин, да, мы знаем, что косатка – это дельфин. Но косатка – это не только дельфин, но это ещё самый большой и самый злой дельфин в океане. И также косатка – это самый высший хищник в Мировом океане, и нету в косатке в Мировом океане рамы. И есть тому несколько причин. Первая причина – это то, что косатка – это очень большое животное. То есть это хищник весом около пяти тонн, что соответствует примерно весу африканского слона. И длина взрослого самца достигает, ну, там, 7-8 метров. Кроме того, косатки – это стайные хищники, и все их действия производятся вместе. И за счёт того, что они стайные, они развели очень сложные тактики охоты, которые позволяют им охотиться на любую добычу в Мировом океане, вплоть до кашалотов и синих китов. То есть можно сказать так, что ни одна добыча в Мировом океане, ни одно животное в Мировом океане не может уйти от косаток, если они захотят его добыть. А также ни одно животное в Мировом океане не может представлять угрозу для косаток, ну, кроме самих косаток. То есть косатки – это абсолютные короли Мирового океана, собственно, и Антарктиды в том числе. В разных точках Мирового океана обитают разные косатки, это называется словом «экотипы». И вот на этой картинке как раз представлены экотипы. Слева большой – это самец, справа от него – это самочка поменьше. И каждый экотип косаток имеет свои тактики охоты и свою, как бы, специфику и место обитания, и охоты. И, собственно, несколько из этих экотипов обитают в Антарктиде. Ну, вот я расскажу вам немножко про различные тактики охоты косаток. Такая охота происходит в Арктике, в Норвегии. Ну, это самая простая, пожалуй, охота косаток, карусельная охота, которая не требует особого интеллекта, они просто загоняют рыбу в плотный косяк и выбивают из нее, хвостами глушат часть этих рыб. Вот такая более… Вот в Антарктиде есть вот такая тактика охоты косаток. Ну, это как один из примеров такой эффективной, крутой совместной охоты. Они, значит, видят, что тюлень лежит на дине, выплывают и смотрят, что это тюлень, да? Поскольку мы сейчас дальше перейдем к тюленям. В Антарктиде есть более безобидные тюлени, есть менее безобидные тюлени. Конечно, косатка может съесть кого угодно в море, но, конечно, она предпочит убедиться в том, что этот тюлень относительно безопасен и вот этот вид, который ей подходит для охоты. То есть на опасную добычу косатка будет нападать только в случае крайней нужды и не будет рисковать лишний раз, как и любой другой хищник, поскольку для любого хищника травма – это потенциальная смерть, потому что, получив травму, хищник может оказаться неспособен добывать себе добычу. Вот, значит, что делают косатки? Они посмотрели, и дальше они идут совместно фронтом, нагоняя волну на льдину. Это, соответственно, тактика охоты, которая требует кооперации и большого интеллекта. Ну, то есть все эти тактики охоты, это называется общим словом культура, и они передают эту культуру косатке из поколения в поколение своим детенышам. И вот они, значит, коллективным образом смывают несчастного тюленица ольдина и его съедают. Вот такие, собственно, разнообразные интересные тактики охоты и позволили косаткам стать королями мирового океана. Ну, сейчас посмотрим. Да, давайте про эту тактику охоты умолчим, поскольку у нас про Антарктиду. Давайте посмотрим, как они загоняют в Антарктиде малого полосатика. Ну, довольно долгое видео. Я, наверное, не буду ставить его до конца. Это BBC. И, значит, там Дэвид Оттенбор рассказывает, но я вам по-русски расскажу, чтобы побыстрее было. Значит, малые полосатики приходят летом в Антарктиду, чтобы кормиться. И, конечно же, косатки не применут этим воспользоваться. И, значит, они их выслеживают. И что дальше происходит, давайте посмотрим, и я вам потом еще немножко расскажу. Это снималось в проливе Лемера. Такое считается чуть ли не самое красивое место в Антарктиде. Вот, собственно, дважды мне посчастливилось там побывать год назад. А в этом году мы все сидим на самоизоляции и грустим. Ну, вот, собственно, косатки находят малого полосатика. Антарктидские косатки, они довольно специфичны. У них маленькое вот это заглазничное пятно. И по нему их очень легко отличить внешне-визуально от других косаток. Кроме того, они мельче. То есть они довольно мелкие, если сравнить их с другими косатками. В общем, проблема у косаток с малым полосатиком заключается в том, что малый полосатик быстрее и выносливее, чем любая из косаток. Он обладает, за счет своей гидродинамики, за счет своего образа жизни, он гораздо более приспособлен к длительному непрерывному плаванию. То есть такому стаерскому заплыву. И что же делают косатки? Для того, чтобы эффективно справиться с этой проблемой, они гонят и изматывают малого полосатика. И поскольку он быстрее их, они делают то же самое, что делали извозчики с лошадьми. То есть они свежих ставят вперед, чтобы те угоняли и изматывали жертву. Более усталые косатки ставят хвост, чтобы отдыхать. Но, собственно, они гонят малого полосатика, гонят его, гонят. Они его начинают притапливать, поскольку они знают, что они очень умные существа, они знают, что он дышит воздухом так же, как они. Они начинают его притапливать, чтобы как можно меньше давать ему дышать, чтобы быстрее вставал. И в конце, когда он уже измотан, они его переворачивают кверх ногами, не дают ему вдохнуть, и он умирает от того, что задыхается. Вот, собственно, в BBC вот мой друг Тед снимал вот эти кадры, и он рассказывал, что там была и кровяка, в общем, потом. Но поскольку BBC это семейный просмотр, они решили, что, в общем, не надо такое демонстрировать. Ну, в общем, рассказал я немножко про китов, как частик системы Антарктиды. Теперь перейдем к тюленям, да? Ну, вот тюлени делятся на три большие группы. Это настоящие тюлени, ушастые тюлени и моржи. И в Антарктиде у нас представлены, ну, пять видов, скажем. Ну, не пять, да, там плюс-минус, зависит от того, что считать Антарктикой конкретно, да? Ну, в общем, у нас представлены и настоящие ушастые тюлени, настоящие тюлени из группы Монахина, и ушастые тюлени, морские львы и морские котики, они все представлены у нас в Антарктике. И все они, конечно же, зависят от антарктического криля, да? Поскольку криль является, как мы помним, основой их системы всей Антарктики. Ну вот, расскажу вам про группу Лободантина. Это настоящие тюлени, обитающие в Антарктиде. Их четыре вида. И про каждого из этих видов можно сказать, что это самый-самый. В чем-то, каждый из этих видов в чем-то рекордсмен. Да? Ну, начнем мы с тюлени-крабоеда. Тюлень-крабоед – это самый многочисленный тюлень в мире. И суммарно, то есть оценивается численность тюлени-крабоеда примерно в 15-20 миллионов особей. И тюлень-крабоед вместе с остальными тюлениями Антарктиды они составляют по различным оценкам до 80% биомассы всех тюленей в мире. То есть в Антарктиде очень много тюлений. И тюлень-крабоед – вот он такой многочисленный, классный. И классный он потому, что он питается крилем. И крабоед выработал себе вот такие вот специальные зубы, которые изображены на этой картинке, которые действуют по принципу китового луса, усатых китов. У полосатиков даже китов этот сказал. То есть крабоед, он заглатывает воду вместе с крилем. Ну, не заглатывает, а хватает ртом воду вместе с крилем. И после этого вода выплевывается через зубы, а криль остается во рту. Абсолютно точно так же работает, как китовый ус у полосатиков. И очень интересно, что у древних усатых китов до появления усов были точно такие же зубы. Это пример конвергентной эволюции. Причем усы не произошли из зубов. Но до появления усов были вот такие вот зубы. И вот это позволило, собственно, такой вот охотой на криль. Она позволила крабоеду стать самым многочисленным тюленем в мире. Следующим идет морской леопард. Это ближайший родственник и, можно сказать, старший брат крабоеда. Это мой любимый тюлей. Ну, вместе с моржом, пожалуй. Это огромный тюлень. Он достигает 3,5-4 метров в длину и веса 400 или более килограмм. И это такой, наверное, единственный тюлень, который на постоянной основе питается теплокровной добычей. Ротовой аппарат морского леопарда приспособлен и для питания крилем, и для питания пингвинами и другими тюленями. Суть в том, что у него есть большие клыки для удержания и разрывания добычи. А все остальные зубы у него также приспособлены, как и у крабоеда. Они имеют три вершины и тоже приспособлены для фильтрации криля. Соответственно, большую часть года леопард питается крилем. Ну, очень разные оценки даются, что криль там типа от 30 до 80% рациона леопарда составляет... Ну, я вот сам лично видел, как леопард питается крилем. Но также значительную часть рациона составляют пингвины и также другие тюлени, в том числе и крабоед, его ближайший родственник. Как происходит охота леопарда на пингвина? Леопард патрулирует побережье в январе-феврале-начале марта, когда у пингвинов подрастают птенцы. И эти птенцы постоянно требуют корма. И родители вынуждены ходить в воду, чтобы принести им криль. Пытышем в зоби. Они все тоже питаются крилем, так же, как и большая часть животных он так делает. Соответственно, потом пингвины, когда уже подрастают маленькие, они сами начинают ходить в воду и учиться плавать. И вот это вот самое вкусное время для леопарда. Леопард патрулирует побережье и пытается застать врасплох пингвинов. Причем это хоть и не стайный хищник, но он довольно умный, и он использует всякие различные тактики. Например, в последнем фильме BBC было показано, как он использует дробленый лед для того, чтобы под ним поймать пингвинов, потому что по дробленому льду пингвины не могут ни плыть по поверхности, ни идти по льду. И они туда провалятся, он легко их оттуда достает. Ну и вот всякие различные тоже прикольные тактики он придумывает. В общем, такой замечательный хищный тюлей. И хотя вот я нередко наблюдал, как леопард лежит на одной льдине с крабоедом, или с парой крабоедов, они совершенно спокойно друг на друга реагируют, не обращают внимания. Хотя вообще многие исследователи фиксировали, как леопард именно питается крабоедами. Ну вот мы наблюдали немножко другое. Ну это очень много интересного и неизучно. Кроме того, леопард, он такой очень интересный тюлень. Он реагирует по-особенному на присутствие человека в воде и нередко подходит к дайверам и интересуется ими, и всячески с ними играется. Интересно, что обычно так реагируют на человека морские львы и морские котики чаще всего, которые относятся к ушастым тюленям. Ну вот леопард тоже. И вот в нашей экспедиции в Антарктиду в том году как раз нашей задачей было поплавать с леопардом, снять его под водой, что нам, к счастью, удалось. Ну вот небольшой ролик из жизни императорских пингвинов, про которых речь пойдет немножко позже. И про то, как они боятся всего этого леопарда злого. Не знаю, есть ли у вас звук. Будем надеяться, что есть. Субтитры создавал DimaTorzok. 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 Но были несколько случаев, когда леопард наносил человеку травмы, но человек выживал после этого. И да, конечно, с леопардами погружаться довольно опасно. Но к любому животному можно найти подход, чем мы занимаемся в наших экспедициях. Они просто пингвины. Они вынуждены идти в воду, потому что им надо есть и приносить своей детенышам еду. И вынуждены сталкиваться с этой угрозой морского леопарда, который постоянно их поджидает в воде. В общем, более-менее понятен смысл. Следующий тюлень – это тюлень Росса. Это самый загадочный тюлень, наверное, в мире. Если говорить про самых-самых, он самый загадочный. Его почти никто никогда не видел. Даже мой друг, у меня есть друг Гриши Цыдулка, может быть, некоторые из вас его знают, который много раз был в Антарктиде. Он и то не видел этого тюлени Росса. Хотя он там в десятки раз был в Антарктиде. Это самый маленький из антарктических тюлени. И его очень мало кто видел. И он самый загадочный, потому что никто про него ничего не знает. И вообще фотографии тюлени Росса – это некоторая уникальная штука. Если вы загуглили, там полторы фотографии на весь Google будет. И дальше идет тюлень Будела. Тюлень Будела – это тоже самый-самый тюлень в каком-то смысле. И это крутой довольно тюлень. Он питается рыбой и кальмарами. Не то чтобы в основном, то есть крылья в меньшей степени, но тем не менее и рыба, и кальмары зависят от крыля. Поэтому все равно он зависит, соответственно, от наличия крыля в Антарктиде. Тюлень Будела – он самый южный всех тюленей. Он обитает в самых экстремальных условиях. Заходит уже даже туда, куда не могут зайти ни другие тюлени, ни даже порой ледоколы. И всю зиму, когда он там живет, он поддерживает лунки, так же, как тюлени в Арктике. Вот нерпы делают. Он поддерживает лунки во льду. Чем больше у тюленей Будела лунок, тем больше у него охотничьего боли, тем более он экологически успешен. И тем более этот тюлень привлекает себя для осамок. Причем есть отдельное исследование, что чем больше лунок, тем более он успешен именно в размножении. Интересно, что также тюлень Будела издает очень такие странные космические звуки, такие похожие на какие-то там звуки сирены. Которыми он якобы глушит свою добычу, но это не очень доказано, что он может оглушить. Но есть предположения. Опять же, один из моих знакомых, можно сказать, друзей, вот он рассказывал, как его оглушило в пещере подо льдом, и вероятнее всего это был тюлень Будела, хотя уверенности нет в этом. Вот такой вот тоже странный космический товарищ. Вот так вот он зевает. Видите, у него нет трех вершинных зубов для фильтрации криля. Значит, мы закончили с группой лободантина, и перейдем к морским слонам. Морские слоны – это самые крупные стюлени. Два вида, и один из них – это южный морской слон, обитает в водах Антарктики. Морские слоны тоже рекордсмены. Они достигают веса четырех тонн, что в два раза больше, чем Тихоокеанский морж, и практически соответствуют весу африканского саванного слона. То есть это огромные животные. Почему они называются слонами? У них вырастает такой огромный хобот на голове, и они устраивают такие серьезные, мощные поединки за самок, где клыками очень сильно друг друга ранят. Вот такие вот у них клыки. И вот мы встретили морских слонов на островах, на подходе к Антарктике, Антарктиде. Вот этот выраст у них – это столичный половой признак, и этими зубами они друг друга долбасят. Видно, что это молодые самцы, и у них уже на шкуре следы от зубов. То есть они еще по-серьезному не сражаются за самок, но они уже все друг друга побили. Ну и, конечно, морской слон известен тем, что стал прототипом для создания ждуна. Ну и видите, у них большие такие черные глаза, и неспроста они такие большие черные. Показано, что в этих глазах есть пигменты, похожие на пигменты глубоководных рыб, и эти глаза позволяют им улавливать малейшие лучики света на большой глубине, куда они ныряют. Они ныряют они на глубину, если не ошибаюсь, до полутора километров в поисках кальмаров. Эти животные большую часть жизни они проводят в этом океане, и вот ныряют за кальмарами. В отличие от предыдущих видов, о которых я рассказывал, которые погофильные, они живут на льду, и лед – это платформа для их обитания, для размножения и так далее. Этот вид больше базируется на Земле, и так сильно со льдом не связан. Ну и киргилецкий морской котик – это шестой из шести видов тюлени, именно которые приходят в Антарктиду саму. Ну, морской котик, он, в общем, и есть морской котик, про него особенно ничего не расскажешь, их довольно много. В каком-то моменте они находились на грани истребления, человек практически их истребил, как и у многих других ушастых тюленей. Но если говорить про отличие ушастых тюленей от настоящих, они заключаются в том, что у них совершенно по-другому устроены ласты, конечности, да, и если настоящий тюленин может только ползать, как гусеница, то ушастый тюленин может прекрасно передвигаться, ходить по земле и даже бегать по земле. Ну и у них есть уши, но, в общем, это, ну, внешне ушная раковина, да, но это не очень, наверное, принципиальное отличие. Вот. Ближе к антарктическому лету они все продвигаются на юг, в саму Антарктиду, с островов. И, в общем, первая экспедиция у нас была в январе, и мы видели их только вот на подходе, умеренный климат. А вторая экспедиция у нас была в феврале, и уже вся Антарктида была заполнена этими тюленями. Ну и вот южный морской лев, можно сказать, что это тоже обитатель Антарктики, да, вот Антарктики, но, конечно, до самой Антарктиды он не доходит. Это тоже ушастый тюлень. И вот вы видите, что ушастый тюлень очень большой половой деморфизм. Самец гораздо больше самки, и они образуют огромные гаримные лезвища, где одного самца очень много самок. Ну, это более все-таки теплолюбивый вид, и, скажем так, самая южная граница ареала его обитания можно считать там вот как раз в районе антарктической конвергенции. Перейдем к пингвинам. А, это переход от тюлени к пингвинам. Вот про морских слонов небольшой ролик. Вот на островах Южной Джорджии, это как раз в районе конвергенции, на границе, ну, можно сказать, то ли Антарктика, то ли субантарктика, там термонологически не очень понятно, вот обитают, значит, морские слоны, и рядом с ними обитают королевские пингвины. И вот, значит, вынуждены пингвины очень опасаться этих слонов и аккуратно между ними пробираться. И вот такие вот смешные. Вот это тоже мой друг из BBC Тед Гивард снимал. Как они пробирают, значит, мимо этих спячих слонов, пытаясь их не потревожить, потому что слоны очень агрессивны, и не только друг другу они долбатят, но и пингвинчик может отхватить от яростного и переполненного тестостероном огромного самца. Субтитры создавал DimaTorzok Ну вот так вот сражаются морские слоны, такие огромные чудовища. Ну ладно, пойдем дальше. Ну и переходим, наверное, к последнему разделу нашей лекции, перед тем, как мы поговорим о важности сохранения их системы Южного океана. Я расскажу вам немножко про пингвинов, которые там обитают. Соответственно, у пингвинов есть всего 18 видов, и непосредственно в самой Антарктиде обитают только две группы, это антарктические пингвины и императорские пингвины, а другие обитают уже на островах, собственно, Антарктики и Субантарктики. Ну, собственно, пингвин – это птица, которая полностью адаптировалась к плаванию в воде, к жизни в холодной воде. Его грудная мускулатура очень сильно развита, что позволяет ему очень хорошо махать кокрилями в плотной среде для продвижения. Его ноги также приспособлены к подрулению, толстый слой жира и водоотталкивающие перья помогают ему сохранять тепло в воде. Ну, и, соответственно, глаза по нему очень хорошо развиты и ориентируются, в общем, они в основном в воде по зрению. Питаются пингвины пикно-крилям, и криль же они приносят зуби своим пингвинятам, своим детенышам. Ну, вот, как я сказал, их 18 видов, они делятся на 6 групп. Это антарктические, императорские, хохлатые пингвины, очковые, ну, и две группы, самая, как это называется, монофилитические, желтоглазые и малые пингвины. Ну, немножко поговорим про них. Обитают пингвины по всему южному полушарию вплоть до экватора. Но большая часть пингвинов сосредоточена в Антарктике, да? Большая часть, ну, в Антарктике и субантарктике большая часть видов пингвинов сосредоточена. И они, конечно, адаптированы для жизни в холодных достаточно широтах и питаются преимущественно креем пингвины. Ну, что касается, если более северно пойти, да, то это группа очковые пингвины, которые живут и в Австралии, и в Южной Африке, и до Намибии даже доходят, могу ошибаться, но, по-моему, доходят до Намибии, вот, и по всему западному побережью Южной Америки, вплоть до Галапагосов. Там живут эндемичные галапагосские пингвины, относящиеся к группе очковых. Соответственно, большая часть пингвинов обитает в Антарктике. Ну, и вот, что касается антарктических пингвинов, это отдельная группа, их три вида. Это Чинстреп, Генту. Можно, грубо говоря, стоять на пингвине колонии, они вот сами будут к тебе подходить и в упор тебя разглядывать и как-то пытаться с тобой взаимодействовать. Это совершенно волшебно. И очень... И, собственно, именно поэтому было снято столько фильмов про пингвинов, поскольку их снимать очень легко, потому что за ними, в отличие от других животных, не надо гоняться, не надо пытаться там их найти и так далее. Вот. А можно просто к ним подойти, они совершенно как-то не переживают по этому поводу. Ну, вот, как раз вот эти все самые вот типы поведения, как они, значит, из камешков строят гнезда, как они там спаривают, у них всякие брачные игры, они песни друг другу поют, и они даже воруют друг другу камни. И мы все тут наблюдали, и это очень легко, как бы, наблюдать, когда ты находишься в Антарктиде. Ну, вот немножко про антарктических пингвинов, короткий ролик. Как они там выживают и страдают. Конечно, условия, в которых они живут, к которым они адаптированы, они очень тяжелые. Но, с другой стороны, конечно, если, как бы, потепление, конечно, очень сильно угрожает пингвинам, но гораздо больше пингвинам угрожает, безусловно, человек, опосредованно, но буду я об этом рассказывать дальше. Ну, вот, например, представьте себе, что, как может, вот даже вот прямые угрозы, да, потеплением, если даже вот мы не будем брать там лед, на который они там высаживаются и обитают, да, вот даже просто, просто дождь, просто дождь антарктическим летом, это прямая угроза для птенцов, потому что птенцы, их перья не приспособлены для того, чтобы держать воду, и если пройдет дождь, птенцы намокнут и погибнут от холода, да, и они, как бы, не рассчитаны на то, чтобы выдерживать воду. Поэтому, вот, даже вот такой банальный самый пример, как дождь, он, как бы, очень сильно будет угрожать несчастных пингвинам. Вот такие различные типы поведения и очень легко находиться просто на колонии и даже с учетом того, что антарктические правила регулируют пять метров до животного, нельзя приближаться ближе, но животное, оно может подойти к тебе самостоятельно ближе, тогда ты не обязан уже от него отходить, вот, соответственно, можно подойти, стать рядом с колонией и пингвины сами будут тебе подходить, тебя изучать и всякие вот такие штуки вытворять смешные. Вот, конечно, это для меня, как для фотографа, это просто рай, можно наблюдать за этим, ну, просто часами. Ну, вот, вот это мы тоже много раз видели, они носят камушки и успех размножения пингвина зависит от того, как он хорошо собрал кнездо из своих камушков. Ну, и, собственно, те, которые похитрее, они воруют камушки у соседей. Ну, ладно, это мы все знаем, пойдемте дальше. Другие пингвины, которые обитают в Антарктике, это хохлатые пингвины, два вида, магелланов пингвин, это качковым относится, и, ну, здесь написано королевский, нарисован почему-то императорский, но мы сейчас поговорим именно про королевских императорских пингвинов, которых все постоянно путают, потому что они действительно очень похожи, вот, и чем они отличаются, где они обитают. Вот, королевские пингвины, они обитают на островах в районе Конвергенции, то есть на островах Субантарктики, это, в основном, Южная Джорджия и Макмори, два больших самых, две больших самых колонии находятся, то есть в заливе, помню, Святого Андрея, что ли, или какого-то там, какого-то там залива на Южной Джорджии в одном месте скапливается до 400 тысяч в одном заливе а этих самых пингвинов. Это крупные пингвины, они размером, там, ну, примерно человеку, ну, как полчеловека, да, там, выше, чем по пояс, ну, вот, собственно, они хороши тем, что они живут вот именно в том регионе, который вот находится к северу, и он немножко потеплее, чем Антарктика. Вот такие вот огромные колонии вот на Южной Джорджии образуют эти пингвины, как раз, которые там от морских слонов всячески защищаются, а вот коричневые, это их птенцы. А вот здесь как раз обозначено ареал их обитания этих самых королевских пингвинов. А если поговорить об операторских пингвинов, то это совсем полная противоположность, да, он побольше, помассивнее, потолще, их можно отличить, ну, во-первых, по региону обитания их можно отличить, потому что там, где обитают королевские, операторские не обитают. Операторские обитают глубоко в Антарктиде, да, то есть по побережьям, в самых южных частях побережья Антарктиды, в самых холодных и тяжелых условиях. Туда вот добирается собственно тюлень Угудела и пингвины Адели еще, да, из антарктических пингвинов. И, в общем, примерно больше никто туда и не добирается. И это самые, наверное, одни из самых тяжелых условий на нашей планете. И вот, значит, у этих пингвинов, они известны тем, что, ну, это самый крупный из пингвинов, во-первых, да, и зимой что происходит? Им нужно, чтобы пенсионеры делились весной, поэтому, ну, чтобы они за это успели набрать вес, вес и адаптируются к взрослой жизни. И для этого они зимой откладывают яйца, и самки, отложив яйца, уходят в океан кормиться, а самцы, значит, несчастные, стоят и греют на лапах своих это яйцо, сгруппировавшись в плотную такой комок, в плотную группу из пингвинов, вот, и постоянно меняются, чтобы внешне заходили внутрь и грелись, а внутренние, значит, вместо этого стояли и защищали группу от холода. И вот так они стоят несколько недель. Потом рождаются пингвинята, и они сидят у них на лапках, и они все стоят и стоят. И это так очень драматично. И вот они стоят, и вот, наконец, самки возвращаются, они нам как-то с большим трудом находят своих, и меняются, и самцы уходят кормиться в воду. Вот такие вот у них уникальные, может сказать, стратегии размножения, не похожие на других животных. Но вот она позволяет им пережить самые холодные, самые тяжелые условия, в которых обитают животные. Да, кстати, о холоде. Антарктида вообще это самое холодное место на Земле, и материковые ее части температура достигает до минус 89 градусов Цельсия в районе, там, как раз станции Восток нашей российской. Но надо понимать, что, конечно, вся жизнь в Антарктиде, она живет по побережьему в океане, где, конечно, температуры совсем не такие, и зимой там может быть, ну, не знаю, минус 40, а летом, вот, когда мы были, ну, это плюс 10-15 градусов. То есть это совсем не полюс холода вовсе даже. Вот. Но это, в общем, одни из самых экстремальных условий, безусловно, в которых обитают животные. Вот, собственно, ареал обитания, самые ключевые, вот, отмечено зеленым, для императорского пингвина. Вот. Ну, собственно, на этом я заканчиваю про экосистему, и немножко поговорю о том, значит, ну, мы поговорили немножко о том, как работает экосистема, да, то есть то, что в Антарктиде все очень сильно завязано на криль, да. Так или иначе, фитопланктон, то есть зеленые водоросли и бактерии, они будут рождаться снова и снова под воздействием солнечных лучей. Но нужно, чтобы рождался криль. Вот. Потому что именно криль им питается... Значит, не нужно, чтобы рождался, а нужно, чтобы количество криля поддерживалось, для того, чтобы вся эта чудесная, богатая система, она существовала. Собственно, криль, он является ядром и сердцем всей вот этой вот... Всего вот этого потрясающего биоразнообразия. И я бы сказал, что Антарктида — это одно из последних мест на планете, которое осталось в том виде, в котором... Практически в том виде, окей, практически. Практически в том виде, в каком она была до появления человека. В этом ее огромная ценность, да. То есть это как один огромный оплот живой природы. И очень важно, очень важно сохранить его таким. Поскольку человек, к сожалению, истребляет очень много видов животных. И это истребление происходит в основном двумя способами. Первый способ — это прямое уничтожение. Таких примеров, конечно, масса, и вы их без меня, как бы, безусловно, знаете. Вот. И второй пример — это разрушение места обитания. Вот. И очень многие животные, в том числе и уникальные, редкие животные, страдают от того, что человек разрушает их места обитания. То есть разрушает эту систему в корне. Проблема в том, что в Антарктиде идет очень серьезное рыболовство, и вылавливается, конечно, в основном криль. Зачем вообще ловят криль? Криль идет на какое-то масло, содержащее омега-3 жирные кислоты, и также криль идет на корм для лососевых ферм, в частности, в Норвегии. И, по-моему, в Канаде, скорее всего, тоже. И вот, значит, эти миллионы тонн криля ежегодно кормы вычерпывают из Южного океана к югу от Антарктической конвергенции. То есть опустошение океана... Ну, конечно, я бы не сказал, что они там вычерпывают какие-то там прямо на 50% или 70% не дай бог криль. Нет. Слава богу, такого пока что не происходит. Но, конечно, темпы добычи постоянно наращиваются. Это называется экономический рост в современном обществе. И, значит, такое рыболовство, оно абсолютно губительное для экосистемы. Соответственно, плотность криля уменьшается, кормовые базы уменьшаются, животные вынуждены тратить больше энергии на ловлю и добычу, пропитание. И таким образом нарушается целая экосистема. То есть экосистема, она вообще чем хороша? Экосистема любая, она стабильна, когда в ней много элементов. Она стабильна, когда в нее не вмешивается. И вот если экосистема сохраняет все свои элементы, она будет стабильна и будет процветающей. Она даже справится с каким-то там, с каким-то натиском, преснегом среды и так далее. Но если мы будем истощать эти системы, то, значит, рано или поздно система дрогнет. И, к сожалению, вот это вот рыболовство в Антарктиде, оно является, наверное, самым, ну, самым таким тяжелым ударом перманентно, который наносится по экосистеме. Ну, и если говорить про глобальное потепление, то за последние полмиллиона лет наша планета пережила 5-6 периодов потепления, и, в общем-то, животные с ним справились. Но текущее глобальное потепление, оно отличается от всех остальных. И, ну, во-первых, человек вносит, безусловно, свой вклад в глобальное потепление. Мы не знаем, насколько он большой, но мы знаем, что, конечно, температура воздуха коррелирует с объемом выбросов СО2. Это за 20 век очень хорошо показано. Вот. Но суть даже не в этом. Безусловно, глобальное потепление означает таяние льдов. Глобальное потепление означает изменение картины течения ветров на планете. И, конечно, очень хорошо принимать меры по переходу на возобновление источников энергии и так далее. Вот. Но гораздо страшнее это глобальное потепление именно тем, что человек присутствует. То есть глобальное потепление само по себе кризис. Но кризис можно пережить. Но оно страшно именно тем, для животных, для экосистем, что это глобальное потепление, что в Арктике, что в Антарктике, оно оттечается присутствием человека. И человек, оказывая большое давление на экосистемы, то есть, в частности, вот этот вылов и перевылов рыбы, вот как в Норвегии было. В Норвегии они на каком-то моменте они столько рыбы выловили, что просто, ну, она там почти исчезла, хотя это там треска и селедка, они очень хорошо возобновляемые ресурсы, но они прям переловили, и им на какой-то момент на несколько лет пришлось закрыть добычу, чуть ли не полностью, ну, не полностью нам очень сильно сократить для того, чтобы восстановились ресурсы. Но экосистема, она способна к восстановлению. Вот. И поэтому, чтобы пережить кризис потепления, животным необходимо для того, чтобы человек оказывал как можно меньше прессинг на экосистему. Вот. И в этом наша ответственность. В этом ответственность компании, которые добывают ресурсы, будь то биологические ресурсы, или полезные ископаемые, или что-то другое. И ответственность человека именно в том, чтобы во время кризиса потепления животные смогли выжить. Ответственность человека в том, чтобы ответственно снижать и регулировать этот прессинг. Вот. И в связи с этим, ну, есть такая речь, антком, это объединение всех стран, так сказать, антарктических стран, да, страны, которые имеют отношение к исследованиям Антарктиды. И антком договорился о создании охраняемых морских районов вокруг Антарктиды, но пока что он их не создал. Значит, в чем суть создания охраняемых морских районов? Охраняемый морской район, это, ну, как у нас в нашем привычном слове заповедник или ОПТ, да, особо охраняемая природная территория, только здесь это акватория, и она находится не в ведении какой-то страны, а она, например, она находится в международных водах. В этих охраняемых морских районах запрещен, соответственно, запрещена всякая хозяйственная деятельность. В частности, конечно, ключевым при этом будет являться, конечно, запрет на волк криля и рыбы клыкача. Ну, в первую очередь, конечно, криля. Да, соответственно, если удастся создать такие охраняемые морские районы, это будет, будет защищены примерно 30 процентов, 35 процентов ввод вокруг Антарктиды. И математическим моделям, которые построены, значит, людьми, которые занимаются этим, этого хватит для того, чтобы эксистема Антарктиды оставалась полностью автономной и самоподдерживающейся. Вот сейчас создали район, охраняемый несколько лет назад в море Россо, и вот вокруг островов некоторых субантарктики, ну, в районе конвергенции. Но очень вот важно сейчас именно создание вот этих морских районов, которые находятся на обсуждении. И, к сожалению, Россия является одним из игроков в составе Антком, который препятствует созданию охраняемых морских районов. Но мы надеемся, что совместными усилиями мы сможем продавить эту тему и, значит, морские охраняемые районы создать, чтобы сохранить эту уникальную экосистему, и чтобы добыча криля для каких-то таких сомнительных довольно целей, которые не то, чтобы очень нужно человечеству, чтобы эта добыча криля не повредила и не разрушила этот вот такой один из последних оплотов дикой природы на нашей Земле. Все, друзья, у меня на этом лекция заканчивается. Спасибо. Стас, спасибо огромное Стасу за такую насыщенную и яркую презентацию. Я вижу действительно много вопросов и интересов вызвала эта тема. Что ж, дорогие друзья, можно направить эти вопросы дополнительно. Мы опубликуем ответы от Стаса и других лекторов у нас на сайте. На этом Макеанский лекторий завершает работу второго дня. Напоминаю, что у нас сейчас проходят комплексные мероприятия, посвященные наукам об океане и климате. Инициатором проекта является Россотрудничество. Отдельное спасибо нашему информационному партнеру, издательству Комсомольская правда. Если не успели посмотреть какие-то из лекций, вы можете увидеть их в записи и на нашем сайте, и на платформе Комсомольской правды. Желаем вам отличного дня и ждем встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова